Работу руководителей госорганов в Алматы намерены оценивать по-новому. Теперь внимание будет обращаться на то, как они борются с коррупцией. Эффективность отразится на КПА руководителей. Учтут и тот факт, совершали ли их подопечные подобные преступления. Предложение внес Аким Алматы. Для этого он предложил свои методы. Например, оценивать каждого руководителя госоргана по проделанной антикоррупционной работе. Только за полгода в антикоррупционную службу Алматы обратились 1700 жителей мегаполиса. Это почти втрое больше, чем в прошлом году. Впрочем, сами госслужащие стали чаще сообщать о предлагаемых им взятках. Есть прецеденты, когда их сумма доходила до 70 миллионов в Тенге. В городе же определили наиболее проблемные сферы. На этих направлениях теперь и сконцентрируются местные исполнительные власти. По итогам же заседания Аким города поручил руководителям внести постоянную работу по выявлению и устранению коррупционных рисков. Эта работа должна проходить на постоянной основе. Тот проект, про который сегодня Александр Пускайнович сказал, он является все государственные органы, именно направлено на профилактику роботов. Лучше нам, наверное, заниматься профилактикой, чем потом заниматься другими вещами в виде возбужденного удовольствия и, наверное, уже и принятыми судебными решениями. По карте коррупционных рисков в городе Алматы определены шесть основных сфер, волнующие население региона и вызывающие критику. Это социальная сфера, земля, архитектура, финансы, строительство и экология. На 20% подорожало молоко в Казахстане с начала года. Производитель объясняет это повышением цены на упаковку, а также сырье, а именно сухое молоко. Оказалось, их закупают за границей. Тем времени отечественные фермеры не могут реализовать свою продукцию. Казахстанские заводы отказываются от нее. Требования технических регламентов ужесточаются с каждым годом, поэтому молоко на заводах принимают только очень высокого качества. А его в стране катастрофически не хватает. Приходится покупать сухое молоко в соседних странах. И упаковочный материал тоже заграничный. Все это отражается на себестоимости продукта. Специалисты говорят, чтобы сдержать цены, надо стимулировать отечественных фермеров. Причем господдержка должна быть направлена конкретно на повышение качества сырого молока. Оно зависит от научных технологий, того же доильного аппарата и другого молочного оборудования. Субсидии, которые выделяются на молочное скотоводство, оказались практически бесполезными, говорят специалисты. В этой отрасли самый низкий индекс эффективности. По их мнению, требуется полноценный анализ субсидирования, после чего необходимо сделать работу над ошибками. Сухое молоко не производится в Казахстане практически и импортируется в Казахстан, в основном из Российской Федерации, Республики Беларусь, частично из Кыргызстана. Так что мы полностью зависим от импорта. Причем подорожание произошло более чем на 50% по сухому молоку. Это вот за последний год. Три населенных пункта в Акмолинской области могут остаться без питьевой воды из-за риска разрушения плотины. По словам жителей, объектам водоснабжения нужен капитальный ремонт, но в местном Акимате готовы предложить лишь временное решение. На полную реконструкцию нужны время и деньги. В поводковый период сотрудникам фильтровой станции приходится укреплять дамбу вручную. Есть система переливов, однако из-за пустот в грунте вода все равно просачивается и идет мимо труп, разрушая объект. На более масштабную реконструкцию требуются миллионы тенге, которых у сельчан у округа нет. По словам жителей, до зимы нужно провести хоть какое-то укрепление дамбы. В противном случае сельчане могут остаться без питьевой воды. Разрабатывается проект по реконструкции, но на данный момент пока решение такое принято, рассмотреть вопрос сделать обвалование имеющихся шлюз, чтобы прекратить доступ воды и где-нибудь рядом по плотине посмотреть место, чтобы сделать для весеннего перелива, чтобы весенний поводок как-то пережить без происшествия. Армянские аграрии получают многомиллионные инвестиции на создание молочно-товарной фермы. Одной из крупнейших в стране. Она займет площадь 29 гектаров. На ферме компании «Ремянфарм» каждая корова дает 50 литров молока в день благодаря умным технологиям. На свое развитие компания получит 31 миллион долларов. Основную часть инвестиций выделяет Евразийский банк развития. Вложатся в проект и в правительство Армении. Деньги пойдут на строительство новой смарт-фермы и создание полного цикла производства мясной и молочной продукции. В правительстве Армении проект называют гарантом продовольственной безопасности страны. Произведенная на новой ферме молочная и мясная продукция не будет экспортироваться. Первый блок, который войдет в фундамент новой смарт-фермы, заложили капсулу времени. По словам экспертов, в проекте удачно сошлись три элемента – государственная необходимость, бизнес бизнеса и доступное финансирование. В Евразийском банке заявили, что готовы финансировать подобные проекты по всему евразийскому пространству. Евразийский банк развития уже 15 лет содействует укреплению экономики Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Там будет свиноферма, скотобонья и коровник на 1200 коров молочных пород. Мы ожидаем ежедневно получать больше 30 тонн высококачественного молока. Ферма будет управляться с помощью последних технологий. В Кыргызстане аномальная жара уже второй год становится причиной обмеления рек и водоемов. Сейчас от этого страдают жители села в Чуйской области. Причиной выхода из строя сразу нескольких скважин. Воду для 800 человек приходится возить в цистернах. Проблема с водой в селе Таш-Дабо началась 8 лет назад. Из строя вышла одна из скважин. Два года назад местные активисты приложили трубу от горного родника. Но это помогло лишь жителям окраины. Центральные четыре улицы запитали за счет увеличения нагрузки на вторую скважину. Ей уже больше 40 лет. И эта скважина и давала воду местным жителям. Но в период особо сильной жары вода пропала и здесь. Руководство области выделило 10 миллионов сумм на бурение новой скважины. Еще 6 миллионов направят из местного бюджета. Сейчас уточняется с метапроекта. Пока вся надежда на водовоз. За рулем депутат местного кенеша. Работает бесплатно. Обещает привозить воду, пока не заработает новая скважина. Летом напор стал совсем слабый. Из-за этого насос работает с перегрузками. Один уже сгорел. Поставили мощнее, но и он качает только воздух. В Беларуси наступил сезон сбора черники и лисичек. Для многих их продажа – это серьезная прибавка к семейному бюджету. Сделать домашние запасы черники сюда приезжают и иностранцы. А местные жители нашли еще один способ заработать – на белорусских моллюсках – улитках. Сезон сбора улиток длится всего две недели. Грибы менее капризны. Их можно собирать несколько месяцев. Путешественники из России, Венгрии, Германии, Индии, Китая. Основные покупатели ягод и грибов – заготовительные пункты. Есть и частные, и государственные. Приобрести лесные дары можно и у местных, и в магазинах, и на рынке. Килограмм черники в республике в среднем стоит 8 белорусских рублей. Это примерно 186 российских. В России черника обойдется сейчас в два с половиной раза дороже. Сенат США одобрил законопроект по борьбе с инфляцией и увлечению налоговой нагрузки на крупные корпорации. Мнения парламентариев разделились пору, но 50 на 50. Демократы называют этот результат «блестящей победы» для президента Джо Байдена, который таким образом реализует свои предвыборные обещания. В документе речь идет в том числе о защите климата, допустимости здравоохранения и энергетической безопасности. Предложенные меры государственной помощи оценивают более чем в 430 миллиардов долларов. По оценкам сторонников инициативы, она позволит США сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году. Миллиарды долларов должны быть направлены на поддержку производства электромобилей и проектов в сфере зеленой энергетики. После голосования в Сенате законопроект ожидает рассмотрения в Палате представителей. Демократическое большинство рассчитывает принять его до конца недели. Джо Байден заявил, что хотел бы как можно скорее подписать этот акт. «Позади больше года напряженной работы, и сегодня Сенат творит историю. Я уверен, что закон о снижении инфляции останется в истории как один из важнейших законодательных успехов 21 века. Наш законопроект снижает инфляцию, сокращает расходы, создает миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и оказывается пакетом самых решительных мер по борьбе с изменением климата в истории США». Более 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте в Китае после того, как вспышка коронавируса спровоцировала локдаун. Власти отменили все рейсы и поезда из Сании, известны как китайские Гавайи, после подтверждения 263 положительных случаев. Путешественники теперь должны предъявить пять отрицательных тестов ПЦР в течение семи дней, прежде чем будет разрешено покинуть страну. Китай – единственная крупная экономика, которая все еще поддерживается политике нулевого ковида. Военное правительство Чиады и представители почти 40 повстанческих группировок заключили мирное соглашение. Оно призвано возвратить страну к гражданскому правлению. Договор был подписан в ДОХе. В качестве посредников примирения сторон выступили катарские власти. Общенациональный диалог открывается 20 августа в столице Чада. В нем примут участие более 1300 представителей различных групп и движений. Несмотря на усилия переговорщиков, одна из главных повстанческих организаций, фронт перемены согласия в Чаде, не присоединилась к соглашению, но заявила, что готова к дальнейшим консультациям. В апреле прошлого года отряды этой группировки начали наступление на столицу. Им противостояли правительственные силы. Операцией руководил президент, находившийся у власти более 30 лет. Глава государства погиб в бою с повстанцами. В стране был создан Переходный военный совет. Военное руководство объявило, что к 2023 году проведет в Чаде демократические выборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова